Рядом с заброшенными береговыми батареями на мысе Тигровы возводится элитный рекреационный комплекс. При Украине в 2009 году земля мыса Фиолент была распродана. Только сохранившийся ржавый указатель гласит, что это комплексный памятник природы местного значения, который охраняется законом. На этом месте общество с ограниченной ответственностью Порфир предлагает построить панорамную набережную с лифтом к морю. Мы предлагаем выполнение социальных обязательств в качестве нашей инициативы. Это создание нового туристического маршрута «Панорамная набережная Фиолент». Средства будут привлечены исключительно инвесторов, и бюджетные средства задействованы не будут. Набережную планируют строить здесь, в 100-метровой зоне от моря, практически у кромки обрыва. Вот так она будет выглядеть согласно концепции, представленной застройщикам. Панорамные площадки, беседки, арки, балясины, малые архитектурные формы. Застройщик за счет средств инвестора предлагает обустроить малый музей. 623-я береговая батарея, которая не внесена в реестр памятников города и находится в заброшенном состоянии. Председатель постоянного комитета законодательного собрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Николаевич Горелов говорит, безусловно, батарею необходимо привести в порядок. Но важно при обустройстве территории сохранить дикий ландшафт Фиолента. Решать должны севастопольцы. Необходимо разработать несколько вариантов с учетом всех требований по гидрологии, по степени, по грунтам, по ветровой нагрузке, по всему остальному. И самое главное, по тому визуальному ряду, который севастопольцы будут окружать, когда они будут приходить сюда. И показать это городу, провести общественное слушание, выслушать мнение севастопольцев. Очень важно сохранить сегодня для севастопольцев, для гостей города, этот уникальный памятник природы, потому что фиолент известен далеко за пределами Севастополя и Крыма. И, конечно же, очень важно, чтобы то, что здесь есть сегодня, та дикая природа, остатки которой еще есть сегодня, не пострадали, и мы смогли их передать своим детям, внукам, будущим поколениям. Главный архитектор Севастополя Алексей Анатольевич Брусенцев говорит, что, согласно генеральному плану Севастополя, мыс фиолент – зона рекреации. Но в зону охраны памятников культурного наследия эта территория не входит. Мы также с стороны правительства будем проводить публичные слушания по данному вопросу. Я думаю, что данная концепция, она обязана быть рассмотрена жителями города. Соответственно, мы услышим те замечания и предложения, которые наши жители, общественники, ну, все организации и выступят. Земля, на которой предлагается строительство панорамной набережной, принадлежит городу. Общественники говорят, главное, чтобы набережная мыса Фиолент была доступной для жителей и гостей Севастополя, а не стала панорамной площадкой с ограниченным для простых людей доступом. Маргарита Пронина, Денис Александрович, Севинформбюро.